Всем привет! В этом выпуске я хочу показать в работе свою кисть для пейзажей и рассказать подробно, как вы можете ее использовать на примере моей последней картины. Если вы уже смотрели мои видеоролики, то знаете, что я использую часто модернизированные кисти, которые помогают мне писать пейзажи. И судя по вашим комментариям к предыдущим видео, эта тема для вас тоже очень интересная, поэтому буду рад сейчас поделиться еще немного своими навыками. Кстати, посмотреть, как сделать эту кисть, можно будет на этом видеоролике, ссылка на который будет в описании. Начинаем мы, как всегда, с подмалевка. У меня предварительно был немного затонированный холст умброй. И для подмалевка, чтобы задать тень, я использую умбру и голубую фаце. Простыми движениями вверх-вниз, немного как бы подталкивая кисть пальцами, едва касаясь холста, заполняем участок, где будет дерево. Я пишу, кстати, на чистом масле. И если вы хотите закончить работу в один сеанс, то старайтесь не добавлять слишком много разбавителя в подмалевок. Иначе следующий слой будет у вас смазываться и будет намного сложнее потом работать следующим слоем с полутенью и светом. И суть не в том, что нам на это понадобится 10 минут, а в том, что даже новичок, который взялся за кисть недавно, может получить хороший результат и радость от процесса. По-моему, это очень-очень важно. Продолжаем заполнять подмалевок. Вообще, этот симпровизированный сюжет, который я задумал, должен быть в темных оттенках, для того, чтобы подчеркнуть свет. И свет у нас будет от молнии и пробивающийся свет через грозовые тучи. На том участке хвоста, где дерево ограничит с небом, я стараюсь немного переворачивать кисть, чтобы еще больше разнообразить мазки и легонько оставляю след в виде отдельных листочков и веточек. В видеоролике, в котором я показывал, как сделать эту кисть, я уже говорил, что она идеально подходит для того, чтобы быстро рисовать деревья, траву и зелень. Это достигается благодаря тому, что мы сформировали по-особому синтетические волокна. Мы слегка завернули их и благодаря этому получаются неповторяющиеся мазки, в которых уже виднеется намек на листу. Даже на стадии подмалевки. Музыка 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 переходим к полу теневым листочкам для этого мы используем краски травяную зеленую и немного добавляем голубую фуце и титановые белила и такими же движениями где-то слегка прокручивая заполняем подмалевок наносим таким образом следующий слой обратите внимание что облака на заднем плане я сделал специально такими хмурыми чтобы сейчас можно было красиво выразить свет на их фоне и освещенная часть дерева смотрелась более контрастно по отношению к дальнему плану чтобы дерево сделать более объемным делаем несколько таких переходов с полу теневыми листьями усиливая свет белилами с каждым слоем и и Субтитры сделал DimaTorzok В теневой части дерева мы добавляем отраженный вторичный свет Для этого используем травяную зеленую и оранжевый кадмий Это придаст целостности в цвете всей картине Так как этот оттенок есть практически везде и добавляет дополнительного объема Субтитры сделал DimaTorzok Снова слегка высветляем некоторые листочки Едва касаясь холста завернутыми кончиками кисти Детализируем дерево дальше, расставляя акцентики света Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В завершении для большей реалистичности делаем просветы в кроне, как это обычно бывает у деревьев В этих местах добавляем веточки и готово Ну а если вдруг вам понравилось это видео, то поставьте лайк и напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу Это бесплатно, но очень помогает ютубу сделать это видео более заметным для остальных Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик Потому что на следующей неделе выйдет полный видеоролик процесса создания картины, которые вы видели уже в этом выпуске Также у меня есть еще очень много интересных идей и фишек, которые вы могли бы использовать в своем творчестве Спасибо большое за просмотр, до скорого! Спасибо за просмотр!